Всем привет! Да, это обзор смартфона под названием High Screen Ozy XL Pro. И в общем-то это большой смартфон за не очень много денег. Давайте разбираться, насколько он прикольный и что скрывается внутри. Поехали! Новые ролики на канале выходят каждый день. Чтобы их не пропустить, нажимай на колокольчик, как показано на видео, нажимай на колокольчик «Сообщить» и «Сохранить». Всё, теперь ты ничего не пропустишь. Поехали дальше! Ну что, давайте посмотрим, что лежит в этой замечательной коробочке под названием High Screen XL Pro. Итак, внутри у нас пакетик. Ну мы сейчас вот так вот положим и достанем всё, что здесь у нас спряталось. Ну, первое это микро-USB кабель, ничего интересного. Наушники по типу затычки, весьма неплохие. Кстати, я уже пробовал, вполне себе гуд. Ну и, конечно же, зарядничек у нас здесь на USB. В комплекте. Плюс достаточно много макулатуры. Никаких дополнительных у нас чехольчиков или чего-то в этом духе не положили. Конечно же, скрепчика для того, чтобы достать лоток SIM-карты, SD-карты. Сам смартфон, если рассматривать его подробнее, достаточно интересный. 13 мегапикселей камера, сдвойная светодиодная вспышка, холодный и тёплый. Конечно же, сканер и отпечатка пальцев. Микро-USB порт, микрофон динамик. Это не стерео. 3,5 мм. Как это ни странно, здесь есть ик-порт для управления техникой, что весьма необычно для недорогого смартфона. Как раз слот под SIM-карточку, либо microSD-карточку. Ну, это либо две карты. Либо карточка, собственно, микросим-карточка, либо, собственно, карта памяти типа microSD. Ну, и, конечно же, качелька громкости, кнопка включения-выключения, разблокировочки. И, в общем-то, фактически усё. Ладно, внутри ещё скрывается аккумулятор на 3300 мАч, которого за глаза хватает на честный день работы. Даже на полтора, если уж прям особо к этому делу не придираться. Со фронтальной части нас поджидает. Всё-таки это закалённое стекло, это не пластик. Чувствуется, что это закалённое стекло. Единственное, что на леоформное покрытие, конечно, денег уже не хватило. Ну, и ценник, извините, достаточно лояльный. Тут хотите, не хотите. Камера у нас на 5 мегапикселей, разговорный динамик крайне громкий, приятный. Вообще всех слышно, всё замечательно. Ну, и, конечно же, динамик у нас, который на нижней части, тоже очень громкий, качественный. В принципе, хайскрины, как всегда, большие молодцы. Вот такой вот у нас дисплей 5,5 дюймов. Но об этом сейчас поговорим чуть подробнее. Что бы я ещё хотел сказать по поводу корпуса? 7 мм толщины, это реально очень мало. Ну, и, конечно же, 170 грамм веса для лопатки на 5,5 дюймов. А здесь не то, что будешь прям широкие рамки. Ну, широковат, конечно, но очень даже неплохо. Плюс, кстати, 2,5D стекло всё-таки. Вот это вот наплывы, там все дела сохраняются. Поэтому смотрится крайне приятненько. Очень неплохо. То есть, 170 грамм, это прям очень-очень гуд. В руке лежит прям как влитой. Вот, наверное, один из самых удобных хайскринов, что я держал в руках. Реально, прямо из рук упускать не хочется. Очень приятный. Что касается того, как корпус лежит в руке. Ну, в принципе, ухо смотрится вполне себе стильненько. И так сразу не скажешь, что хайскрин за не очень много денег. Ну, и, в общем-то, достаточно удобный, не скользкий, хорошо лежит в руке. В этом смысле эргономика вне всяких похвал. Дисплей у нас 5,5DV, выполнен по технологии IPS. И самое главное то, что здесь 267 ppi плотность. То есть, при его HD разрешении плотность пикселей весьма и весьма недурственная. Яркости хватает на солнышке за глаза, а цвет передача, как вы видите, аналогично, вне всяких похвал. Выцветание углов или чего-то в этом духе, естественно, не замечено. Вот вы думаете, естественно, не замечено. Купили его? Нет, не купили. Потому что, в принципе-то, смартфон действительно неплохой, но в угоду собственного ценника. Вы должны для себя четко сразу понимать, что это не идеальный смартфон по всем фронтам. Он не будет у вас выдавать 60 кадров в танках за свои деньги. А это, напомню, менее 10 тысяч рублей. Что, конечно, многим не понравится. С другой стороны, для себя вы должны понимать, что в Antutu он набирает чуть больше 37 тысяч баллов. Geekbench, о, вот такой вот результатик. В общем-то, PCMark набирает 3197 баллов, а вот 173 баллов всего в 3D-марке. И тут как раз закралась та самая история, что Epic Citadel 47,7 кадров в секунду. Ну, конечно, ведь внутри установлено не что иное, как процессор от компании Mediatek под названием 6737T на 1,45 ГГц. Четырехъядерный, но в качестве графики Mali-T720 MP2. Ну и вторит вот этому вот всему многообразию технологий. 16 гигабайт встроенной памяти и 2 гигабайта оперативной. Карточки памяти здесь поддерживаются. Слот у нас гибридный, так что либо вторая симка, либо карточка памяти. Ладно, это все весело и понятно, но давайте посмотрим на версию Android, потому что это очень важно. Современный смартфон должен работать под хотя бы более-менее современной версией операционной системы. И здесь мы можем увеличить. Да, вот он, Android 6.0 вполне себе. И самое главное, что 6-ой Android это хорошо. Здесь уж, конечно, 7-ым не пахнет, но с другой стороны 6-ой, в общем-то, себя отрабатывает обычно без проблем. И, как вы видите, запускается все тоже без проблем. Можно позапускать приложеница. Все они прекрасно работают. Те же настройки, которые мы открывали. Вот у нас галерея. Play Market, например, можно запустить, который хоть немножко и задумывается, но, в принципе, открывается достаточно быстро. И проблем с какой-то вот историей по производительности у вас, скорее всего, не будет. Нативные задачи будут выполняться на раз-два. Ну и, как вы видите, вот все приложения, которые мы открывали, давайте откроем, например, SMS. У нас легко подгружается из оперативной памяти. И с этим тоже нет сложностей. Поэтому, если вам нужен смартфон для социальных сетей, в принципе, у него не самая уж такая отвратительная камера. 13 мегапикселей очень даже неплохие и выдают хорошую картиночку. Примеры фото и видео, конечно, смотрите по ссылке в описании оригинала, либо в конце ролика будут зашиты в сам эпизод. Получается, что фотку в Instagram с него выложить можно. Фронтальная камера тоже весьма неплохая. Так что такая, знаете, золотая серединка. Если надо не очень много денег потратить, но при этом получить смартфон с, ну, достаточным количеством железки. И, в общем-то, наверное, не столько для игр, сколько для повседневной работы. Что на самом деле очень хорошо. Но игрушки давайте тоже затестим. Ну и, конечно же, игрушки. Есть такое дело, нужно посмотреть, как это работает в реале. Потому как всякие там эпикцитадели, которые показывают средний результат, могут немножко ошибаться. Оптимизация будет решать. Здесь не самый уж прям такой топовый процессор. Но все-таки, наверное, World of Tanks идет в каком-то наборе кадров. Как вы видели, все выставлено на ультра. Давайте посмотрим в сравнении с другими смартфонами. Вы, кстати, часто спрашиваете, зачем я выставляю все на максимальные настройки. А чтобы было одинаково всегда, везде, во всех обзорах. То есть, вы любой обзор мы включаете и смотрите. И понимаете, как на ультрах идет та или иная игрушечка. Здесь у нас сейчас 19 FPS. Так, пошел обратный отсчет. И мы едем. 19-20 кадров. Давайте перейдем в режим. 20 кадров. Да, вы знаете, стабильно. Даже 28 сейчас на открытой. 37. Да, полегче пошло. 32 кадра. 38. Ну, фреймрейт будет прыгать явно. То есть, порядка 22-25 кадров можно выжать. 30 это все-таки скорее исключение из правил, чем правило. Ну, нет, смотрите, держится. Честно, держится. Даже больше 30, в принципе, держится. Очень неплохой результат. Если снизить просто на высокий, а не на ультра, то, или тем более на средний, вы получите прям очень прекрасный результат. За эти деньги смартфон получается вполне пригоден для игры в танки. Согласитесь? Неплохо. Итак, Asphalt Extreme. Давайте посмотрим здесь у нас настройки графики, звукодисплей. Да, все у нас на ультрах выставлено. Так, и нажмем карьера. Выберем новое. Бумбурон. И запустим. Давайте посмотрим, как это будет работать. Итак, мы едем, мы мчимся. И вы знаете, да, очень неплохой фреймрейт. Я специально оставил мне тач-управление, чтобы смотреть, как работает акселерометр. Очень прилично работает. Слушайте, ну вообще никаких тормозов. Прям шикарно бегает. Очень плавная картиночка. Ну, Canrof 30, наверное, здесь, конечно, не больше. Но, в принципе, достаточно плавно. То есть, как бы, играть приятно. Я бы особо как-то не стал хейтить и сказал бы, что как минимум на средних настройках графики у вас без проблем на этом смартфоне запустится фактически любая новая игрушка. Да, хайскрины временами могут по-хорошему удивлять. Я лично не ожидал такого результата в тесте игрушек. Так что, в этом смысле, прям зачет-зачет. Что можно сказать в итоге о хайскрине EZXL Pro? Под вот этой приставочкой Pro у нас чуть более продвинутая начинка. Здесь неплохой сенсор камеры. Здесь есть сканер отпечатка пальцев, что на телефоне менее 10 тысяч рублей встречается не то чтобы часто, особенно, который продается у нас официально в ритейле. Ну и параллельно с этим я, конечно же, нажму на то, что 5,5 дюймов HD экран 267 ppi – это достаточное качество, чтобы удовлетворить желающих поюзать серфинг в интернете или же полистать инстаграмчик. С учетом, что качество дисплея действительно весьма и весьма добротное. Ну и, конечно же, есть куча моментов, которые прекрасно здесь вписываются, включая 4G, включая не самый, в общем-то, не юнкий аккумулятор, это более 3000 мАч, и в итоге вы получаете хороший смартфон по всем фронтам. Плюс он не очень тяжелый и достаточно тонкий. Если искали что-то большое, но недорогое, при этом в официальном русском ритейле, то Highscreen EZ XL Pro – это отличный выбор, прям шикарный смартфон на, например, вот какие-нибудь летние истории с поездками. Можно будет не особо заморачиваться, что он у вас быстро будет садиться, и параллельно с этим его будет не так уж и жалко потерять, что весьма неплохо. Ну и просто как рабочая лошадка, такая, знаете, на каждый день, которая звонит, смс-очки пишет, имейлы принимает, инстаграмчик заходит, вполне себе будет прям хватать ее за глаза. Конечно же, серфинг в интернете тоже идет ему в плюс. Да, кстати, просмотр видео уже ничего не сказал. И утюпчики всякие там, велосишечка скинуть на флешечку, киношечку посмотреть, тоже можно. Кстати, с воспроизведением видео справляется весьма и весьма неплохо, включая даже потоковое воспроизведение с домашнего сервера. Попробовал на WD Cloud – работает без проблем. Так что получается относительно универсальное решение. Покупать, не покупать – решать вам. Но я, как минимум, могу советовать вам приглядеться к этому смартфону, ибо, ну, неплохо, зараза, неплохо. Прямо вот по всем фронтам неплохо. Ладно, на этом я буду заканчивать. Огромное спасибо, что смотрели. Не забывать ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал. Внизу есть кнопочка, соответствующая красненькая, на нее обязательно жмем. Там есть колокольчик, на него тоже жмем. Ну и шарим данное видео у себя в социальных сетях. Чем больше шарингов, лайков и активности я вижу, тем больше у меня желание делать новые интересные видео о таких вот интересных смартфонах, гаджетах и так далее. Вот у кого вы бы еще узнали о новом хайскрине? Конечно, только у меня. Потому что я-то вам правду рассказываю, а все остальные не знаю, не знаю. Шучу. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok